Представители знака Зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, события на пороге января. Три главных события первых двух недель. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы все равно получите. Итак, как начнется месяц? Каковы будут первые две недели? И планетарно 2-го числа Меркурий выходит из ретро-движения. И те события, может быть, в второй половине декабря. Что-то, если встало на паузу. Или были какие-то задержки по разным причинам. Здесь как раз может прийти в движение какие-то добрые оказии быть. Поэтому в целом как будто не будет много времени, чтобы где-то так раскачиваться неспешно. Вполне вероятно, что события нас могут закружить буквально. Может быть, и удастся осуществить то, что мы даже не надеялись сделать быстро. Вот такое может планетарно быть. Но давайте мы узнаем, что думают по этому поводу карты. И первую карту, которую мы с вами достанем, что придет. А что уйдет. И три главных события. Достанем три карты. Может быть, это одно событие. А может быть, три самостоятельных. И так, что придет, как видят карты. Двойка пентаклей. Взаимодействие. Как и с людьми, так и где-то та ситуация, которую, наверное, окончательно решить еще за две недели января первые не получится. Потому что это всегда взаимодействие. И еще есть такой момент, как будто мы сидим на двух стульях. Мы еще с чем-то не можем определиться. Может быть, такова ситуация, что будет у вас выбор. Потому что по двойке пентаклей сам по себе выбор. Если мы говорим, что придет. Какие-то новости, какие-то возможности. И по этой карте легкость на подъем. Поэтому, правда, у кого-то из вас проиграется внезапная поездка или к вам приезд человека. Когда придется в каких-то новых энергиях или с новыми условиями взаимодействовать, вполне вероятно. По этой карте есть еще такой момент, когда мы не планируем что-то, знаете, на длительный период времени с точкой. Потому что по этой карте ничто так не постоянно, как перемены нам говорят. И у нас изображен жонглер, который именно жонглирует обстоятельствами, какими-то возможностями. Словно примеряет свои навыки, может быть, к какому-то делу. Почему по этой карте считается, что хорошо начинать что-то с нуля. И вот у вас как раз эта карта выпадает на начало января. То есть, если мы даже в каком-то деле не профессионалы, мы можем начать попробовать. А у нас получится лучше, чем у профи. Вот такое значение тоже есть. Давайте узнаем, а что же уйдет. Ну, мои дорогие, тут и вы сами, правда, можете буквально уйти, отправиться в путешествие. Или перемещение, переезд. Может быть, это и недалеко куда-то. Может быть, в связи с праздниками. А у кого-то это смена работы. Это вы можете определиться, что теперь я, да, буду себя точно пробовать в новом деле. Или я буду делать карьеру. Или я буду менять сферу деятельности. Тот результат, который вы надеялись получить через длительный период времени, он о себе уже заявит через какой-то более узкий промежуток времени. Может быть, в течение двух недель. Или для вас может это быть как, знаете, какая-то поездка, когда вы куда-то съездили и как будто вернулись. Ну, вот, может быть, что-то недолгое такое проиграется. Давайте мы посмотрим, раскроем вот эти события. Придет, уйдет. И, может быть, нам по трём основным картам, по трём главным событиям эту информацию более такую полную дадут. Вот три главных события. Счастье и радость, мои дорогие. Туз кубков. И здесь не только эмоции, здесь не только воодушевление, как радость, счастье, любовь, безусловно, по этой карте. Здесь ещё и вопросы финансов. Почему? Рыбы плещутся. И рыба – это один из символов благополучия, благосостояния и денежного достатка тоже. И здесь несколько этих золотых рыбок. И есть ещё один момент. Вот тот глаз, который расположен на карте над кубком, лучезарная дельта, есть такой символ. И сверху нам изображены все фазы Луны. Здесь как будто, понимаете, ваша интуиция, ваше умение видеть словно сквозь пространство и время. Да, я понимаю, много философии. Но, тем не менее, как будто вы можете какое-то событие сами спрогнозировать. Слушайте свою интуицию. Как будто через счастье, через радость, через душевный подъём к вам приходит умение видеть на какую-то дистанцию. Как будто вы можете наверняка знать, мои дорогие овны, какое дело для вас будет перспективным в течение долгого периода времени. Нет здесь наверняка ещё, да, вот мы спросили, что придёт. Нет здесь ещё наверняка как будто в чём-то точки, потому что ещё впереди что-то будет меняться. Но это то, что вы интуитивно уже можете просчитать, прочувствовать, как направление, как тот нужный фарватер, по которому стоит двигаться. Ну и, безусловно, если мы говорим счастье, радость, хорошее настроение, признание в любви, мои дорогие, или изменения в личной жизни какие-то со знаком плюс. Давайте мы тоже раскроем эту карту как главное событие. И первое, чем дело кончится, хотя нам тут уже сказали, у кого-то это может быть как знакомство с человеком, у нас король мечей, знакомство с человеком, или, может быть, вы уже его знаете, может быть, это ваш партнёр. Это те люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы весы водолеи, почему нет. Или какие-то вопросы, которые вы решали в суде, например, это может проиграться. Иногда проходят вопросы, связанные с вашим здоровьем, и у нас, чем всё-таки как главное событие радость выпадает, значит, может быть, вы пройдёте обследование, или удачно к дентисту сходите, почему нет. Может быть, если мы говорим про суды, значит, как-то в вашу сторону развернутся обстоятельства, и тоже вы можете остаться довольным. Иногда по этой карте, пусть не в этой колоде, но есть такое значение, когда мы избавляемся от ментального мусора. Вполне вероятно, рационализм какой-то вам может помочь увидеть по-другому ситуацию. Может быть, вы и скажете, всё, вот я больше этим не буду заниматься, или я не буду двигаться в этом направлении, или какая-то тема, от которой вы можете отказаться. Вот такое тоже вполне вероятно. У кого-то это может быть буквально отъезд человека от вас, гостей, и вы сможете вздохнуть спокойно, свободно уже у кого-то. И так вполне вероятно может быть. Чем сердце успокоится? Давайте мы посмотрим. Отдых, спокойствие, какая-то неторопливость, неспешность. Вы знаете, очень позитивный период времени. Для кого-то из вас вот сочетание этих двух карт может говорить, если вы, допустим, с вашим партнёром, но вы ещё не оформили юридические отношения. Вот здесь как раз может, как личная жизнь, планы на будущее и смена статуса. Вот может проиграться с учётом именно до закупков. Давайте мы карту совет по этому событию. Что-то, знаете, вот не просто счастье, а когда вы можете что-то оформить на бумаге, я бы сказала так. Когда вы будете более спокойны, довольны, уверены в себе. Совет от карт. Точно, вот всё то, что я сказала, у вас выпадает старший аркан сила. Вот, видимо, в сторону, помимо вот этой лучезарной дельты, о которой я говорила, и умения через интуицию просчитать что-то наперёд. Или понять, может быть, какие отношения для меня перспективны. Или какое дело заслуживает того, чтобы я уделяла, уделяла там больше внимания или больше энергии к чему-то приложила. И вот эта карта сила вам даёт сильную позицию, и на долгий период времени это старший аркан, он проигрывается не в одну-две недели, чаще три недели, иногда ещё больше. Тут что-то для вас, как на пороге, что-то очень хорошее. Буквально с начала января. Сильная позиция. И главное, знаете, то не когда мы над собой делаем усилия, или вот это слово есть такое «надо», да, может, нам и не нравится, но мы понимаем, что нужно, или мы обязаны что-то сделать. Нет, всё начинается с туза кубков. Поэтому какая-то радость, которая усиливает, как и ваши позиции, даёт вам новые возможности и новое вдохновение, когда мы с большим оптимизмом смотрим, наверное, на последующий весь 2024 год. Нечего добавить. Единственное, эмоции вот по этой карте нужно ими управлять. Как я говорю, держать на коротком поводке, потому что лев – это прообраз нашего эго, и в карте сила девушка всегда взаимодействует со львом. Это больше дипломатии где-то. И, может быть, был бы какой-то импульс, когда хочется сделать по-своему, но здесь рационально, может быть, нужно подойти к тому или иному вопросу. Что-то не нарушить самому. Вот есть такое, когда мы словно можем отказаться от победы за пять минут до самой победы. Вот иногда такое проигрывается. Поэтому будьте внимательны. Импульсу точно не место. Второе событие. Импульсу не место. Это верно. По рыцарю мечей это может и вам захотеться настоять на своём. Хотя, может быть, как и встреча с человеком, тот, который вас словно пытается перетянуть на свою сторону. По этой карте проходит бунтарь без причины. То есть, вот есть такие люди со сложным характером, которые настаивают на своём или вам что-то транслируют как истину в последней инстанции. Всегда по этой карте нам говорят «займи нейтральную позицию», потому что как будто истина где-то рядом или она как-то может быть совершенно по-другому. А нам то, что транслируют, не всегда бывает правда. И иногда бывает, почему я сказала про импульс, это и мы можем так где-то себя вести, правда, когда захочется именно настаивать на своей точке зрения или на том, что мы считаем правильным. Себе тут не помешать будет очень важно для вас, мои дорогие умные. Чем дело кончится? Давайте мы раскроем эту карту. У вас будет сильная позиция, и дважды сильная, потому что ещё финансовый период очень благополучный. Более того, для кого-то из вас новые способы заработка или как возможности построить карьеру, или сами по себе шестёрка Пентакли словно иногда проходит по этой карте, знаете, словно помощь высших сил, когда как и вам кто-то может прийти на помощь, правда, так и новые возможности сами по себе приходят. Плюс, как будто финансы будут первые две недели января, и это ведь тоже добавляет нам уверенности в себе. Поэтому эта, наверное, сильная позиция не должна для вас сыграть как будто в минус, да, вот самоуверенность, вот не должна она быть через край, мои дорогие овны, я должна об этом сказать, потому что где-то и здесь нам ведь тоже говорят об этом. Но это всегда во благо, потому что во благо именно сильная позиция, поэтому быть ещё при сильной позиции дипломатом – это себе, знаете, как два раза сделать что-то очень хорошо. Давайте мы посмотрим, чем сердце успокоится, ваше какое-то решение. Нечего сказать, правда, у вас, может быть, самые первые даже дни января, наверное, второе, третье где-то, как новые возможности, как окончательное ваше решение по поводу у кого-то поездки, у кого-то переезда, по поводу семейной жизни, личной жизни. Вот какие-то очень важные вехи у вас будут решаться в начале месяца. И этим успокаивается сердце. Но ведь это все две карты, которые, с одной стороны, дают уверенность в завтрашнем дне, а с другой стороны, уже оптимизм на будущее. По тузу жезлов – это, ну, как преддверие самореализации в том или ином вопросе. Давайте карту совет. И снова нам про уверенность, и снова нам про надежность. Рыцарь Пентаклий на длительный период времени не случайно вот эта лучезарная дельта с тузом кубков выпадает. По Рыцарю Пентаклий я всегда говорю, это марафонский забег лет на 10-20. И вы будете видеть тот нужный фарватер, который для вас принесет стабильность, уверенность на долгие годы, правда. И здесь что-то не упустить, самому себе не помешать. Использовать вот эти возможности для того, чтобы для себя, знаете, укрепить позиции. Раз. И, может быть, где-то, по крайней мере, для некоторых из вас, вам захочется менять, изменить, по крайней мере, окружение. И это должны быть люди надежные. Может быть, вам захочется в своем окружении иметь людей более статусных. И самому-то захочется быть как будто в другом, ином статусе. Вот такие задачи перед вами. Может быть, это одно какое-то событие, но оно будет в одной сфере жизни. Но оно будет увязывать все остальные составляющие от мелочей до каких-то крупных ваших свершений. Давайте посмотрим третье главное событие. Но вот не торопитесь. Искусственно что-то ускорять не нужно. Здесь, видимо, событие двойка пентаклей. Мы говорили с вами, жонглёр изображённый ничто так не постоянно, как перемены. Могут быть в каких-то вопросах, как ускоряются события, а в некоторых что-то может стать на паузу. И для вас будет очень важно определить, где нужно действовать, может быть, а где стоит и подождать. По старшему аркану повешенный есть ещё такое значение, что вы, мои дорогие овны, не должны согласиться в ущерб как будто себе. Ведь всегда у нас старший аркан повешенный своего рода тупик. Есть такое значение жертвенности. Жертвовать как будто не должны собой. Что-то не упустить. Опять же, об этом нам говорит карта. Даже если в каких-либо вопросах, темах у вас ситуация развивается медленно, может быть, с одной стороны, это нужно для того, чтобы вы могли с точкой определиться, нужно этим заниматься или нет. Для вас будет очень важно, видимо, сделать этот самый выбор. Может быть, по тем или иным причинам захотите согласиться, допустим, с чем-то или с кем-то, а для вас это будет в последующем минус. Или вы кому-то что-то пообещаете, как, к примеру, помощь, или свяжете себя какими-то обязательствами, а для вас в последующем это будет тоже какой-то тупик. Вот много философия здесь получается у вас по третьему событию. Поэтому давайте мы с вами раскроем. Может быть, нам что-то поконкретнее скажут. Я вот так вижу, что просто разные события. В чем-то придется, может быть, проявить и активность. Что-то будет важно не упустить. С чем-то, может быть, и определиться. Вот с учетом первой выпавшей карты эту закупков. Но и есть, видимо, те какие-то новости, или, может быть, эта ситуация из прошлого тянется у кого-то из вас, когда, ну, вот это состояние жертвенности. Я вижу, что нужно как-то поставить в чем-то точку. Ну, вот давайте, нужно ли ставить эту точку? Или что делать вот с этой подвешенной ситуацией? Мы спросим, чем дело кончится, как видят карты. Здесь по справедливости еще один старший аркан. Значит, есть какое-то в вашей жизни событие. У кого-то буквально это решение вопроса в суде. Здесь самое главное быть честным самим с собой. Вот почему нам и выпадает карта повешенного. Повешенный. Вам придется, видимо, принимать какое-то решение и видеть, что есть по факту. Тут будет очень важно не замылить себе глаза эмоциями раз. С другой стороны, не надеяться на авось два. Не нарушать закон. Всегда причины и следствия идут по этому аркану. Как мы прежде сделали что-то хорошо, такой результат мы получим и сейчас. Если мы что-то сделали, ну, не очень, вот так вот со знаком плюс, ну, где-то и результат нас может не порадовать. Может быть, что-то, как и на паузе, стоять. Но, с другой стороны, это может еще и означать, что вас может что-то не удовлетворить, как какое-то решение. Чем сердце успокоится, давайте узнаем. Новые возможности. Я вот больше вижу вот эти три карты, как больше вопросы по работе. Хотя, конечно, у кого-то могут проиграться и в отношениях. Какая-то ситуация со знаком «не то, и не хорошо, и не плохо». Когда я словно в подвешенном состоянии. И, может быть, длительный период времени, и нужно принимать решение. И вот это решение, оно должно быть очень справедливое. И если у вас удастся так поступить или принять такое решение, то тогда для вас откроются новые возможности. Тройка Пентакли – это всегда карта перспективы. Сдача экзамена. И у кого-то вот это важное решение будет как жизненный экзамен. Но с чем-то вам словно придется разобраться, хотим мы или нет. Это для нас, для вас, мои дорогие овны, откроет совершенно другое качество жизни. Давайте карту совет. Вот интересно. Мне будет интересно прочитать ваши комментарии. Что же это за третье важное событие? Два старших аркада. Вы знаете, часто, когда старшие арканы, это не только ваши какие-то желания или поступки, а это еще взаимодействие с внешними обстоятельствами. Карта совет. Еще один старший аркан. Я так надеюсь, что банально для кого-то из вас это может по личной жизни проиграться, как развод с одним человеком и решение вступить в брак с другим человеком. У кого-то буквально так. У кого-то может проиграться по работе то, что зависло, какой-то вопрос, вас, предположим, не сказали ни да, ни нет, или на прежнем месте работы кормили долго обещаниями буквально, и вы чего-то ждали, и под конец вы принимаете решение, что нет, я буду строить карьеру, или я буду заниматься каким-то другим делом, другой сферой деятельности. И это для кого-то из вас будет по судьбе карта верховного жреца всегда проигрывается, как, знаете, словно, ну, наша судьба нас приводит к какой-то точке невозврата, из которой мы, ну, не можем что-то продолжать, как прежде. И вот это, вот эти три старших аркана так и будут означать выход из этого тупика с новыми возможностями, правда, и будет вот этот, как сдача экзамена, и когда не захочется оглядываться назад, и именно назад, потому что какая-то ситуация стала настолько тягостна, настолько, вот, может быть, как состояние жертвенности, что я уже больше не могу, как прежде. И выйти из подвешенного состояния вы определенно сможете. Будьте внимательны, мои дорогие. Вы что-то для себя можете решить настолько важное, что для вас это, вот как эта лучезарная дельта, правда, на долгий период откроет совершенно новые возможности. Что-то очень важное у вас, мои дорогие овны, все три события, посмотрите, насколько и много старших арканов, и пусть даже здесь у нас вот второе главное событие не было старших арканов, но у нас здесь шестерка Пентакли с рыцарем Пентакли, и это тоже какая-то перспектива. Так и здесь третье событие, у вас выпадают сплошные перспективы, но для того, чтобы они как будто проигрались, открылись, вам необходимо принять важное решение, научиться слушать свою интуицию, это точно. Быть где-то неспешным в некоторых вопросах, уметь, может быть, различать, где я форсирую, а где обстоятельства меня притормаживают, вот будьте философами отчасти, мудрыми, относитесь, подмечайте, может быть, что происходит вокруг вас, что говорят люди. Вам, может быть, и не свойственно где-то эта энергетика, но научиться определенно стоит, потому что что-то очень важное у вас стоит на пороге прямо в начале января. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.